Всем привет! Вас приветствует Кальченко Анастасия. Сегодня я вам хочу показать, как сделать вот таких вот красивых совушек своими руками. Ну что, давайте приступать. Для этого нам понадобится синтепон, иголка, шаблон, я уже заранее перевела его на картон, дальше нам понадобится два цвета ткани, такой и такой, ну я выбрала такие цвета, вот, ножницы, ручка или карандаш. Итак, берем ткань, которая будет основой нашей, наша птичка. Вот тут вот у меня голубая, здесь у меня желтая, вот вы видите, да? А здесь у меня будет розовая, потому что ее вот тут я отрезала больше всего. Итак, берем розовую ткань, складываем вдвое, складываем вдвое так, чтобы поместилось, поместился наш шаблон, вот. Берем, аккуратненько все расправляем и обводим по шаблону на нашу ткань. Вот я перевела на ткань, теперь уже нам шаблон и ручка не понадобятся, ручка нам еще понадобится, но шаблончик нет. А, также нам нужно шаблончик крылышка, вот. Теперь нужно аккуратненько это все вырезать. Для удобства можно иголочкой вот так посередине закрепить, чтобы ничего никуда не съезжало. Итак, заранее вот я вырезала все детали, заранее я уже вырезала и крылышки. И теперь мы начнем сшивать. Значит, начну я сшивать с этой стороны, поэтому закрепляем иголочкой. Вот я закрепила, все-таки булавочкой, не иголкой. Теперь берем нитки. Вот. Мы именно шить будем. Кому лень шить, может склеить клеем-пистолетом. Но, я так посмотрела, очень часто стали не шить, а клеить вот всякие подделки там. Вот. Я решила показать, как сделать вот шов красивый. Сейчас вам покажу. Вот такой вот шов, как сделать. Вот. Вот тут лучше будет. Этот шов называется петельный. На конце узелок делаем. И начинаем шить. Так. Начну я шить вот отсюда, вот поэтому беру и протыкаю. Просто вот, все. До конца. Так, теперь я переворачиваю. Нитка должна быть постоянно вверху, вот так. Так, теперь я снова прокалываю. Вот здесь вот. И должно получиться так, чтобы была петля. Смотрите. Если даже у вас не получается эта петля, то вот, видите, у меня не получилось. Сейчас я вам так покажу. Вот. У меня петля не получилась. Так получилась петелька. Но должна иголка, нитка вот эта вот, вот, и получилась. Должна быть нитка в этой петельке, вот. Видите? Вот так вот. А теперь, когда у вас нитка в петельке, мы продеваем. Так, вот это, конечно, не должно быть такого. Вот такого узелка. Вот, но все равно. Так. Наверное, так будет вам получше. Видно. Так, теперь я беру вот этот вот узелок, который, видите, у нас не получился. Вот. Я его беру и прокалываю вот в новую. Расстояние между... Между узелками должно быть одинаковое. Вот, смотрите, я проколола один раз здесь. Я должна прокалывать вот здесь вот всегда теперь. Так, у некоторых сразу получается узелок, у некоторых нет. В общем, у кого как получится. И вот так вот прошиваем до конца. Вот досюдова. Вот досюдова. То есть, откуда мы начали, вот так вот мы прошиваем, так прошиваем весь, всю птичку. Со вторым крылом так же самое, когда дошли, вот, смотрите, дошли вот досюдова, подкладываем крылышко и обшиваем вот так вот по крылышку. Дальше я вам покажу, как, чтобы вот тут не было вот так вот пусто, я вам покажу, как пришить вот так вот. То есть, по нашему вот тому краю, как пришить. Вот так вот обшиваем всю птичку. Видите, я тут уже обшила. Эту птичку можно подарить на 8 марта, на день рождения, на 23 февраля, в общем, на все праздники, на все, абсолютно все. Вот. Ну, а я сейчас буду спокойно прошивать эту птичку. Итак, вот я зашила. Только не до конца оставила маленькое отверстие, чтобы наполнить синтепоном. Итак, чтобы наполнить синтепоном, нам понадобится ручка. Так, значит, берем наш синтепон, кусочек, только не полностью наполнить, а так, чтобы чуть-чуть пухленькая была, вот как здесь у меня, смотрите. Вот, она немножко совсем пухленькая такая вот. Вот, давайте берем, засовываем туда синтепон, вот, и наталкиваем ручкой. Вот, это будет с одной стороны так. Чуть-чуть там утрамбовываем его. Берем еще кусочек. Можно прикатать немного. Так. Вот. И дошиваем до конца. Так, ну вот. Я дошила до конца, теперь я вам покажу, как пришить вот эти вот крылышки. Вот, к самой ткани. Так, снова берем нитку и иголку. Так, завязываем узелок, узелок в конце. Так. И теперь начинаем пришивать. Значит, таким же швом петельным, только не насквозь протыкаем, чтобы здесь иголка была, а так, чтобы, вот смотрите, мы вот здесь вот получается протыкаем, чтобы наш узелок этот не было видно. Протыкаем. Все равно у нас нитка будет внизу, вверху, то есть. Так. И начинаем шить. Итак, вот такая вот птичка в итоге у меня получилась. Я приклеила глазки, клювик, и птичка готова. Так. Вот все мои птички, правда, это я еще глазки не успела приклеить. Вот. Вот такие вот птички. И если вы захотите украсить вот какую-то птичку бантиком, так, то возьмите бантик, сделайте его или купите. И вот так вот пришейте к нашим птичкам. Этот бантик я пришлю к этой птичке, а вот этот бантик к этой птичке. Вот. Получается, это моя птичка, мамина и папина. Кому понравилось видео, ставим лайки. Не забываем подписываться на канал, писать комментарии. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok